ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, все, хорош! Не гадите сюда! Моторы! Поехали! Подкладывай! Подкладывай! Давай, не жена! Все! Цену ставим здесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СЕСТРЫ МОИ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз увидев заявку, я понял, что начало сентября, открытое пространство, поле. Это уже будет весело, как минимум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Именно на начало сентября последние, опять же, 7 лет выпадало много проектов у меня, и я могу сказать, что не всегда был дождь. Но, как видим, мы здесь в поле, все радостные, кто-то загорел даже, кто-то счастлив. Все в футболочках. Ну, такое продолжение лета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А где лук? Ну, вот они его. Это лула? Вот они еще. Класс. Вот приготовились, вот джип есть. Привет. Сначала я думаю, по дороге арбузы. Как первое впечатление? Блин, пока попа отбита. По полю. На самом деле, я не помню такого, чтобы взять в среде поле, поставить сцену и пропеть в удовольствие и для себя, и для природы. А это все говорит, что артистка уже старая, и она решила сама для себя кайфить. Это говорит о другом. Пойдем на сцену зайдем. Пойдем посмотрим. Вчера бык облизывал декорацию, ребята говорят. Подходил, да. Все сопливое, типа синего, все это мыло. Я нагадила, как и нет. У вас на нашем шоу. Значит, когда я начну петь, после песни мы должны все громко звучать. Хорошо? Это будет как аплодисмент. И просьба спиной ко мне не поворачивать. Потому что зритель подумает, что песня плохая. Сады говорим, сады говорим. Сады говорим. Сады мокла, плаку пошли. Можно так. Раз, раз. О, класс какой. Блин. Почему Поля? Наверное, потому что не банально. Я думала, что вот выйдешь, просто будешь отрываться, петь в кайф тебе. Все, все тебе пофигу. Потому что на концерт-зале, ну, во-первых, их было много и у меня, и у моих коллег, они все одинаковые. В том смысле, что вот тебе сцена, вот тебе декорация, вот тебе там еще чего-то, вот тебе обязательный проезд крана по залу. То есть вот почему Поля. Ну, то есть банально я решила, что будет легко. Нифига нет. А что с артистом происходит до этого? Ну, если он, конечно, не муфлон, а продали билеты. А сколько? Вот еще столько-то осталось-то, не из-за денег. А то, типа, нужен ты и не нужен, собрал, не собрал. На музыку ехали. Но когда открывается занавес, а ты видишь, что зал полный, ты выдыхаешь, а сил у тебя нет. У тебя физически нет сил петь. Лешка, а смотри, какой мужик, ты нужен в море. Слушайте, так классно. Лешка, я не думал, что это будет так выглядеть. Это прям очень. Пускайте, если не, я откручиваю, я буду там на пленке. Так, еще раз. Дома, жамбы вверх, все остальное вниз. С дурой я подумала, что я не буду нервничать. Я где-то за неделю уже себя начала жрать, а вдруг что-то не то, а вдруг не... И так нервничала, что горло село. Трудно спеть одинаково несколько дублей, потому что ты понимаешь, что монтаж. Ты думаешь об этом, это тебя тормозит. Потом. Все равно трудно, когда нет зрителя. Я понимаю, что для меня это авантюра. То есть зрителя нет, ты должен петь, как будто он есть, и как будто вот эта энергетика. В зале проще снимать, ты разошелся, все, камера тебя нашла, и вот она реакция. А здесь реакции-то нет. Я настолько доверяю Лешу, мы знакомые, ну, лет 25, наверное. Лешу, снимите кто-нибудь, смотри, что там пост какой-нибудь, просто чудовейший. Смотри, Леш, вот там. Сейчас время фейсов, да, то есть фейсов Марианны Ро, которая снимает офигительные клипы. Вот, да, вы слушаете фейсов? Фейсов Моптейбл. Я пока у вас клипов классных не увидел, знаете, что такое, вы пришли? Вы приедете, вас туда тоже, кстати, постили, миллионная аудитория, между прочим. И я говорю, зачем вы их постите, да, ну, как бы, все, ну, как бы, уже прошел артист, да, а вы, бац, короче, и типа хайпите, хайпите, знаете, что такое хайпить? Хайпите, короче, я такой, хоп, что-то сделал, и весь народ такой, вау, и вас, о вас всех заговорили. Ну, вам, я думаю, нужно сделать камбэк, камбэк назад сделать, и как бы, потом опять стрельнулась какой-нибудь новой музыкой, да, сделать вам, давайте розовые линзы мы сделаем, и все это, это будет просто бомба. Как бы, обожаю вот ваше творчество. Так, а я, а, за что бил, бля, 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 сцены ставим здесь. Она гениальна. Продюсер этого же проекта писал мне такой, приходи, там, нам нужен блогер, приходи, там, поболтаешь, типа, с Лолитой. И ты, я такой, без б? Воу, это, типа, круто. Камеру в машину. Тимоха в машину. Все как в 90-е. Мальчишки в багажнике. О, привет. Откройте багажник, да. Вот это. А что, звукорежиссер? Ну, все, я, что, я сел, вот так это происходит, да? это все, ты только сидишь, такой, ну, вот эти вот. Клевая камера, очень, такая маленькая, маленькая, классная. Было очень легко, просто, как будто я просто со своим другом болтаю, и как бы вот эта атмосфера, которая создает Лолита, это прям, это очень хорошо. Я обожаю просто ее. Вы видели, какое интервью? Просто Дудь отдыхает, на самом деле, реально, Дудь отдыхает. Вот сейчас было самое классное интервью, наверное, которое я брал. Я не знаю, было ли все в кадре, ребят, но я думаю, вам очень понравилось, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в следующем ролике, когда уже Лолита будет выступать. Мотор, пошли. Мне на звезды смотреть не хочется, заблудерусь, я в этой ночи. Примерно секунд на 10-15, и потом мы с тобой замоторимся. Хорошо? Вот это первый голос, первый должен быть голос. Приготовились, медик. Мотор. О, все готовы, выходим. Поехали. Поехали. Это лишь тело от душа, улетает вагонка, и ничего не было, что моё тело дает мне в твоих руках. Это лишь тело, это лишь тело от душа. Чуть глуховато. То есть какие-то тонкости. Ты лучше останови нас, чтобы мы не делали брак пустую. Смотрится, не листит. Да. Блин, да, когда вижу твои счастливые глаза, мне кажется, мы... Мы сейчас просто попробуем да, стресс-тест акустики. Поэтому, чем больше всего в глазах, тем он будет смотреться. Лёша, будучи потрясающим оператором, постановщиком, он освоил профессию режиссёра. Ещё, плюс замечательное его качество. Он тебя слышит. Три, два, один, мотор! Стоп! 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 Мотора я сказал. Он не согласен, он скажет, он голос повысит. Это тоже нормально. В нашей работе, ну, невозможно. Так, я говорю, лучше слышно. Мы сейчас похожи на пастухов, с которыми идут... Да, 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 да. Пастуха. Пастуха не надо. Я себя сделала сама, я никому ничего не должна. Что сейчас происходит? Уже нет этой школы операторской, нет режиссёрской. Ты приходишь на телевидение иногда сниматься, ты видишь операторов, которые сидят, вот они камеру включили и смсятся. А до тебя, правда, была вот такая актриса, такая же худющая, и камера остаётся на этом уровне. Ты говоришь, эй, алё, мужики, значит, когда я была 56 килограммов в весе, то, пожалуй, поставили камеру, и ладно. Там рост каблуки, у меня метр семьдесят три с половиной, плюс каблук, если каблук, значит, по-любому ты камеру должен поднять, ты светом должен, даже себе вот такая. Потом ты выходишь в город, и ты такой ленивый мне говорит, слушайте, вы не такая жир... Нет, лалиточка, вы не такая безобразная, как на экране. Отпустила и взлетела Выше в далёких берегах Отпустился на острые волнам Отпустила и пропела И это особенность операторов-постановщиков, которые не делают замечания, те, кто монтируют, просто всё равно. Потому что они, потому что они не талантливые, так они ещё и без образования. Человек может быть способным и вырастет талант. А может быть, камеру твою мать купил, вот правда, а сейчас эти гоупрошки, которые доступны всем, каждый ещё называет себя оператором. И каждый себя композитором ещё называет. И ещё поэтами, вот что главное, поэты главное. Всё так. Вы не мой капитан, а я не наш, а я нам так оставил, не нужны, пробуды, вы не вашей жизни, вам развлечься по сердцам. Поют все! Нет, не нас, не надо паники, это мой последний день на Титанике. Повторяем за мной. На Титанике. На Титанике. Главное движение этого вечера. На Титанике. На Титанике. Аплодисменты. Минутная готовность. Если не стало на метр ближе, ты на сцену. Нет, нет, нет. Просто другой день. Илья, разрешайте. Да, есть. Через лова на музыканда. Ты только на музыканда. Денис. Да. Чуть-чуть фронтальный, чуть-чуть фронтальный. Вот сюда. Какой у вас объектив? 25. Там, там. А, там 100. Давай, полто ставь. Ты успеешь взять свой стул, поставить, или я заранее его ставлю сюда. Я беру свой и ставлю как пассажир. Ты садишься и играешь соло, я за тобой. Правильно? Пассажир-водитель. Ну, чтобы перед. Недовольный, так сильный, недовольный, я. Не так быстро, как хотелось бы, Не так близко, как надеялась к нему, Церковь ночь. Недовольный, так сильный, недовольный, я. Не так быстро, как хотелось бы, Не так близко, как надеялась к нему, Я ведь муча. Посчитай мне время ожидания, раздавания, Сделай радио по грунте, И обгоняй расстояния, Все по правилам, а мне так легко. И срочно, очень недовольнее, Оставляем с камерами? Конечно, конечно, конечно. Мне очень нравится то, что у нас происходит с лицом, Что оно пластично и двигается, с глазами, которые их мают. Подружки пришли. Мне в целом все происходящее кажется таким очень крутым псюром. Сегодня вот это дерево с двумя туалетами меня очень восхищает. Казалось бы, что туалет может сорвать все хорошо организованную, спланированную историю. Вот туда, к березе нам ставить. Ну да, была опасность, но они приехали вовремя, группа была спасена. Ну то есть все, что куда-то не кинь, там, вчера ходулисты эти ходящие по полю. Снег, огонь. Вверх машину поверни, бестолковые. Ну то есть это такое сумасшествие, которое приятно глазу. Да, очень хотелось бы, чтобы оно, когда смонтируется, было хулиганство. Так ты все, потихонечку. Ну сама шалела, зажимая валит. Главное, не делай себя сумасшедшим. Я больше чем делай. Спокойнее. Спокойнее. Глаза чуть пошире. Очень крутая идея, которая сразу же такая легла всем на душу. И она очень такая визуализируется легко. Давайте в региере сыграли. Отлично. Давай, слухи, камчем глаза. Ну, пока ты, ну, там невозможно, вот это куда. Да, потому что сейчас полный лайф, и он мне очень нравится. Но дальше у нас будут расхождения. Мы не можем это делать. Почему? Мы же стилистически не подвязаны к музыке. Лоу, мне нужна метка. То есть у меня все плавать будет, конечно. Для монтажа. Монтаж не плывет у меня, лоу. Поняла, поняла. Контакшен офигенный, правда. Потому что все как часы. Все продумано, все до мелочей. Только ты уже не подведи в кадре, называется. Выдем в сумрак на... Как вообще? Вообще плавно. По-моему, капает дождь, блядь. Но там в Москве типа дождь, говорили. В Москве дождь? У Леши какая-то чуйка. Мы же говорили очень давно о проекте. С 20 по 27 августа мы снимаем. Потом, значит, там в монтаж, чтобы вот все успеть еще. Леша говорит, не, не будем. Леша, ну как? Надо вот это, потому что дальше у всех проекты. У тебя проекты. Там гастроли. Не, ну 3-го, 4-го. И уехал. Адский ад. Смотрю, 26-го, ливни. Причем такие ядерные. То мы прожили в интернете. 34-е. Не грамма. Вот чуйка. Очень крутые кадры, как бы такие. Как будто неестественные, но при этом очень естественные. У меня губы, любил меня грома. И чувства по кругу не горели глаза. Я, когда ехал сюда, не до конца понимал, как эта идея будет реализована. Потому что поле, концерт, коровки, значит, бегают сзади куда-то. Как это все будет выглядеть. Скажи, круто. Круто, очень круто. Очень красивая локация. Слава богу, погода нам сегодня помогла. Я боюсь высоты. Ты же там находишься, у тебя там... Да, у меня с ним мониторов ничего нет. У тебя ничего нет. Звук выстроен. Все хорошо. Я думаю, что зрители, которые будут потом смотреть, получат удовольствие. Потому что они такого не видели точно. Я записал песню на мысль, потому что мне было очень интересно попробовать соединить два языка. У меня была красивая задумка припева. Мне было важно, чтобы спел этот человек и талантливый, и, скажем так, смелый. И мы собирали, как на мысль. Вот. На мысль это и ожерелье, и отдельная бусинка, как бы. Мы собирали, как бусы, по всей земле свои грехи. Смято. Очень прикольно, получается. Знаешь, наоборот, я как сугробленное дерево. Знаешь, вот прямо все рублять. А у тебя все... Вот эти все оползания, которые входят в нотки. Мимо-мнот называется, как бы у меня любой музыкант сказал. Ну, честно. Давай, давай. Вот это вот клево. И украинский у вас классный. У меня на почту каждый день приходят песни. И я их мужественно отслушиваю. Потому что, ну, бывает классная песня, ты ее покупаешь и все. Но в основном, это паноптику. И обязательно, когда человек не талантлив, первое, что он пишет, что я поэт-песенник, дальше идет все права защищены. И дальше вот такое вот, эта песня о том, как пришел парень. Девушки думают, что он дебилом. Ты присылаешь песню, и мне, идиотке, пишешь краткое содержание. Там не нужно такого прям синхронного перевода. Как Раневская игра, я бы так же не смогла. Ты же будешь писать мне письма, ты будешь писать мне письма. Дай, да курю, дай, да бью за тобой сопротивление бессмысленно. Но то, что она делает, ее творчество, оно интересно. Наверное, действительно, если ты сомневаешься или не понимаешь, там, что-то творчество, может быть, попробовать послушать его живьем. А я прожила всю эту пьесу так, как смогла. Зачем? Зачем я отпустила руку твою? Зачем, скажи, там, где окончен спектакль, реальная начинается жизнь. Я перед Лешей позвонила, я Леше это рассказывала, поэтому могу сказать. Человеку, с которым у меня были работы, именно сольные концерты. Я, конечно, хотела кого-то из такого крепкого поколения. Он со мной так разговаривал. Он кусок говна позвонил, и он начал давать метро. Ну, я положил трубку, и сказал, ну, видно, что уже все. То есть, с искусством мы завязали, видно, какой-то есть бизнес, где там другие деньги, и поэтому, конечно, Лешка. По команде «Моторк», вы начали разыгрываться. По вашему свычку вступает музыка. Мне посчастливилось познакомиться с Волой год-два тому назад на новой волне в Сочи. Я ей очень благодарен, потому что она заметила вступление и предложила с ней посотрудничать. Я принял участие в записи двух песен из новой альпома. «Моторк» «Моторк» «Ты моё море» «Ты моё море» «Ты моё море» «Ты моё море» «Я сгибался на мою скульптуру». «Всё!» «Пошли!» «Понимаешь?» «Посиди!» «Посиди!» «Скоррик» 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 «Когда мы будем снимать общий план, я скажу, когда мы делаем это без акцена» «Хорошо». А у прошлого много историй, там, где можно поставить даты. Мои мысли всю жизнь... Куда? Леша, лучше. Честно, лучше. Без того, что сейчас он увидит, что я о нем говорю. Я ему и позвонил, как лучшему, и одному из последних. Когда человек в профессии, он интеллигентен. Он, может быть, хамом на площадке, он заводится, потом он извиняется сто раз. Когда человек не талантлив и не образован, ну, все, тогда пиши пропал. Пару раз я так попадала, поэтому теперь я обращаюсь только к проверенным. Пойдем, а то у нас будут жрать комары. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь снимаю в потеке. Это мой последний день на Титанике. 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 Субтитры сделал DimaTorzok